И о спорте. Глухой от рождения он доказывает, что для достижения цели нет никаких препятствий. Дагестанский боец-сурдолимпиец Аскар Аскаров дебютирует в UFC. Свой первый поединок в лучшей лиге мира Хасавертовец проведет 22 сентября в Мексике. Курбан Рагимов посетил одну из тренировок и узнал, в чем феномен этого бойца. Спарринги в полный контакт, работа интенсивная. Это крайняя тренировка Аскара Аскарова перед вылетом. За две недели до поединка боец клуба Fighting Eagles отправится в Мексику. За океаном его ждет акклиматизация и сгонка веса. Соперником дагестанца станет универсал Брэндон Морено. Он входит в топ-7 дивизиона Мухачей UFC. Мы также нарабатывали и в стойке. У нас не так много времени было, чтобы что-то новое придумать. Мы просто дорабатывали то, что было у Аскара и в стойке, и в борьбе. И некоторые вещи, конечно, добавили. А удивлять 26-летний Аскаров умеет и не только своих соперников. История парня, который с рождения имеет проблемы со слухом, рушит стереотипы. Он не любит говорить об этом и привык доказывать, что сильнее всех обстоятельств. Ну, знаете, ему особо и не нравится, когда говорят, что ты глухой, глухонемой. Он не считает для себя пороком, что это проблема какая-то. Он как бы одаренный, от Всевышнего есть у него дар. То, что он быстро воспринимает, очень хорошо думает. Он хитрый в борьбе, в бою, очень хитрый. Он мыслит хорошо, вот не слышит. Одно забрал, но другое Аллах у него развил на самом деле. Простой парень из села Камыш-Кутан Ахвахского района. С детства смотрел и мечтал попасть в UFC. В жизни скромной, в клетке Аскаров не знает себе равных. На его счету 10 побед, титул чемпиона ACB, плюс золото на Сурдолимпиаде по борьбе. Теперь мысли связаны с лучшими бойцами мира. С детства он был очень такой шустрый, целеустремленный. Старался всегда до конца идти, даже в уличных драках. Он проигрывает, но все равно до конца и плакал, и до конца шел. С самого начала, когда он профессионал пришел, это его цель была подраться в UFC, потом выиграть титул. Сначала он это сделает. О дебюте Аскарова в UFC в Хасавирте знает каждый. Сейчас он главная звезда и надежда своего клуба. Его пример вдохновляет всю молодежь. Он меня мотивирует. Сейчас у него скоро будет бой. И приходится помогать ему во всех смыслах. Для подрастающего поколения, для всего города нашего, есть молодежи, к чему стремиться. На кого равняться? Да, на кого равняться. Тренерский штаб команды уверен в успехе Аскарова. Победы хасавиртовцев в сильнейшем мировом промоушене поднимут ММА на новый уровень. Сейчас для бойцов создают все условия. Им остается только реализовать свой потенциал. Новый спортзал оснащен по последнему слову техники. К примеру, такой вот клеткой не может похвастаться ни один бойцовский клуб Дагестана. Тренировочные спарринги здесь максимально приближены к поединкам ММА. Открыл данный зал, совет Паша Дарбышевич в первую очередь требует, чтобы здесь воспитали мужчин достойных, порядочных, которые будут представлять свой город, свою республику, свою страну на международной арене. Так что и в дальнейшем мы собираемся организовывать сборы. Да, здесь все рядом. Практически столовая, гостиница и зал. Все рядом. К развитию смешанных единоборств в Хасавюрте подошли основательно. В конце сентября здесь пройдет дебютный турнир новой лиги Каганат. Местные бойцы получат возможность сделать первые шаги в профессиональном ММА. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.